Перевес ударов 27%. Удар это сила, которая заявила себя как Киевская. Несмотря на достаточно небольшой результат в выборовых полный совет, все равно у них очень большая поддержка. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем, какую часть электората именно Ударовского придет на избирательный участок. Поэтому, так же как мы понимаем, какая часть электората придет на участки от партии регионов, какая часть электората коммунистов и так далее. По сути, по каждой из этих партий можно провести такое анализ. И мы ввели такой коэффициент, чтобы сделать поправку. Чтобы понять, вот те люди, которые словили дома, и которые спрашивают, что голосуют за удар, сколько из них реально дойдет до участка и проголосует, а какой будет результат. Вот так мы получили вот эту вторую колоночку. И по ней получается, что у удара результат, хотя и выше всех, но в общем-то приезжает ненамного. То есть 18% против 15% от девчины, это в общем-то небольшой отрыв. А вот у свободы, которая очень хорошо отмобилизировала свой электорат, которая показала, что она может поднять и привести на участки своих, наоборот, 12% может достаточно легко превратиться в 15%. При этом, как мне кажется, это далеко не потолок потенциала свободы, хотя, в общем-то, недалеко от него. Дальше. Ну, другая партия, политическую силу местного уровня, заявили про готовность поддержать политическую силу местного уровня только полтора процента. Однако это может, в общем-то, ничего не означать, потому что силы политически местного уровня еще себя не заявили. Конечно, вряд ли они наберут там какие-то очень-таки серьезные проекты, проценты вряд ли удастся повторить фокус, который сделал громадский акт в Киеве в свое время, но, тем не менее, возможно, что они сработают и что-то наберут. Традиционно неопределившихся в проекте электричества очень много. Дальше мы сделали то же самое с кандидатом, за кого мы проголосовали на выборах Мара Киева. То есть мы взяли фамилии, мы взяли коэффициент, понимая потенциал мобилизации, потенциалы ярки, которые может быть, и, соответственно, посчитали возможные варианты. И мы задали еще один вопрос. А как вы считаете, кто же станет мэром Киева? То есть сводную табличку вот этих трех данных, вот у нас есть на сразу-другом слайде, можно посмотреть, сразу-другом слайде сделайте, и мы видим, что за Попова готовы проголосовать 14%. Со всеми его мобилизационными возможностями это получится 17,5%. Но при этом почти 27,5% опрошенных уверены, что победит Попов. Мотивирует это очень по-разному, но результат абсолютно зеркальный с Кличко. То есть Кличко, наоборот, очень много за него готовы проголосовать, даже исходя из того, что ожидается низкая явка электората его на выборы. Но ожидать, что он станет мэром намного меньше. И, в принципе, очень интересная, яркая фамилия получилась. Это Петр Порошенко, которого мы вставили, ну, откровенно говоря, вот, а вдруг, вот из раздела проверить, пожилые послухи пошли и всталили. И получили неожиданно, как для нас очень, для меня, по крайней мере, это был очень неожиданно, высокий результат. Притом, что человек вообще не был компанией в Киеве. Но это говорит не столько и не сколько о рейтинге конкретного человека, сколько о достаточно большом запросе на новое лицо, на нового политика, на какие-то новых позитивных персонажей. И, опять-таки, не исключено, что эти новые персонажи, которые имеют уже какой-то позитивный бэкграунд в национальной политике, будут очень хорошо играть.